Приветствую вас. Помочь, в принципе, вам монет любой психолог из нас. Лично меня смешает больше то, что вы хотите избавиться от любовной зависимости быстро. Понимаете, если вы хотите избавиться быстро, то вам лучше воспользоваться НЛП, либо эриксиновским гипнозом, либо вот психокатализм, как мой коллега предложил вам. Но бытует мнение, оно не только мое, что любовная зависимость происходит не случайно, а в результате системных искажений ваших собственных желаний, потребностей, чувств и мыслей. И системное искажение всего этого, системное, то есть постоянное, то есть органично, и привело вас к любовной зависимости, и соответственно, чтобы вы не только избавились от любовной зависимости, но чтобы вы раскрыли эту любовную зависимость, поняли, что же вам нужно, чего вам не хватает, и удовлетворили себя, в этом нужна работа. И эта работа, к сожалению, не быстрая. Вот. Поэтому тут уже решать вам, либо вы делаете это быстро и получаете быстрый, но поверхностный результат, либо вы это делаете относительно медленно и получаете достаточно серьезный результат, с перспективой на будущее. То есть тут решать только вам. Что касается цены вопроса, то, например, я работаю по, ну сейчас, по часовая оплата у меня, вот, то есть сейчас стоит 850 рублей, но это есть у нас в прошлом. Вот. Соответственно, цена вопроса именно избавления от любовной зависимости для психолога так не стоит. Смотрите, вы пишете, постоянно думая о бывшем, хотя есть новый молодой человек, очень хороший, значит, вы не закончили предыдущие отношения, не закончили предыдущие отношения, вступили в новые. Зачем, для чего, почему? Вот. То есть, чем в руках усвоится. Как вы относитесь к новому молодому человеку, считаете ли он, что он достойен такого вообще к себе отношения, да, того, что его женщина думает о другом. Каждый день, каждый час все мысли о бывшем. Зачем тогда новый молодой человек? Не хочу к нему возвращаться, кажется, б он пожалел и бегал за мной. Пошлите вместе. Выходите вместе. Месть ничего хорошего не даёт, кроме пустоты, потому что она не решает внутренний конфликт. Он очень плохо за мной поступил и предал. Вы не можете его простить. Соответственно, прощение это является одним из основных условий для того, чтобы вы перестали быть любовной зависимостью. Возможно, у вас и зависимости-то любовной уже нет, а просто вот это вот желание возмездия, желание справедливости, так сказать, желание, ну, равновесия, да, вот, оно вас, конечно, притягивает к нему. То есть понятно, что любой человек стремится к равновесию, каждый из нас стремится к равновесию к гомеостазу, но стремление к гомеостазу это из сферы личной ответственности. Вы же ответственность за гомеостаз возлагаете на своего молодого человека. Поэтому, я полагаю, нужно простить его. Возможно, где-то вы не пережили свои чувства, да, где-то вы их не выразили, где-то вы их не довыразили, скажем так. Вот, но все это решается, и со всем этим вам можно будет помочь. Вот, только для этого нужно отказаться от идеи мести и от идеи возмездия, а наоборот, так сказать, простить его. Ну, да, более подробно, конечно, можно будет на консультации поговорить, вот, о прощении. И, соответственно, определить вашу потребностную сферу, потому что любовная зависимость это всегда история про желание. Любовная зависимость это всегда история про потребности, которые вы пытаетесь удовлетворить за счет мужчин. В частности, за счет нового молодого человека, тоже которого вы не любите. Но с кобером, тем не менее, вы все равно находитесь, потому что в чем-то вы нуждаетесь. Это вот перекладывание ответственности за свои желания на других, оно, к сожалению, играет с вами весьма-весьма дурную счетку, вот. И оказывает вам медвежную услугу. Я понимаю, что так легче, я понимаю, что так вы поддерживаете какую-то такую иллюзию про его благосостояние, но по итогу вы увязаетесь все больше и больше в болоте, вы это видите сами. Вот. Вот так, на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались запросы дополнительные, пишите в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.